Приветствую вас. Желогические отношения устроены таким вот таким образом, что в процессе взаимодействия люди могут вести себя несколько по-разному. То есть в процессе взаимодействия друг другом, люди могут вести себя так, что вначале им может казаться, что всё хорошо вначале, может казаться, что, ну, что они счастливы, люди я люблю, что люди счастливы. Вот. Может казаться, что всё здорово, но со временем это очень важно понимать. Со временем. Склад меняется. Со временем. Человек может, может, в принципе, измениться сам. Со временем. Человек может начать по-другому, по-другому воспринимать и себя, и, собственно, свои ценности. Вот. И другого человека может исполняться по-другому. Вот. То есть, ничего постоянного нет. Критический момент наступает тогда, когда разница между тем, какой человек в данный момент времени и каким его привыкли видеть окручающие, что они становятся слишком большими. По ощущениям именно вот конкретного человека. И это нормально. Потому что всё развивается, всё развивается, всё развивается, всё становится другим. Вот. И люди становятся другими. Вот. Поэтому здесь сейчас вот такая вот. Поэтому кризис, 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 кризис это норма, но важно уметь адекватно справляться. Даже не справляться, а может быть адекватно на него реагировать. Вот. А вот этот момент я хотел бы, чтобы вы для себя постарались понять, как минимум, потому что это важно. Да? И вопрос, который вам нужно, наверное, себе задать, это то, как я отношусь к кризисным состояниям сама. Вот. А как и почему? Это очень важный, на мой взгляд, момент, на который вам нужно обратить своё внимание. Потому что от него зависит то, как вы будете реагировать в ситуациях, когда действительно возникают трудности, когда действительно возникают сложности, когда действительно возникают какие-то проблемы. И умение в этом случае грамотно выражать свои призывания. Умение умение умения ему säтко это делать she-tk a-ta делать. Умение у меня эм корректно это делать, на мой взгляд является, ну. таким достаточно ценным. Ну, здесь, конечно, вопрос заключается в том, хотите ли вы, опять же, да, хотите ли вы этим заниматься? То есть, хотите ли вы исследовать этот момент, потому что, если, например, не хотите, да, вот, то, конечно, разобраться будет сложнее в этой ситуации. Вот, примерно, такой момент, примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, вот, который вы выдаёте, примерно, таким образом можно вам ответить. Вот, и, соответственно, спросить вас о том, чего вы хотите, то есть, спросить, спросить вас о том, что вам нужно, то есть, какую конкретно свою проблему вы пытаетесь решить, есть ли такая проблема, вот. И если есть, то, что она из себя представляет, эта проблема? Потому что, ну, я думаю, вы понимаете, что информацию вы подоставили мало вопросов, она была такой, достаточно, я бы сказал, общая. Вот, и, сын, с этим вопросом уже нужно будет работать, вот. Такая вот история, эм, такой момент, эм, такой ответ я могу вам, в принципе, дать. Вот, я надеюсь, что для вас это было в какой-то, в какой-то степени полезно, но, надеюсь, что вам в какой-то степени помогло, вот, чуть-чуть немного разобраться в своей проблеме, в своей, ну, да, в своей ситуации, вот. Очень надеюсь, очень надеюсь, что вы разберетесь в тех вот трудностях, которые у вас имеют место быть, вот. И, соответственно, эм, уже, после этого можно будет, эм, улучшить, эм, качество в своей жизни. Вот. Ага, на этом, я думаю, пока что всё, я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.